Лидер чемпионата «Локомотив» приехал в Раменское побеждать. В стартовом составе гостей нашлось место сразу трем нападающим – Бузникину, Пименову и Абиоре, что подчеркивал атакующий настрой команды Семина. В первые 10 минут матча железнодорожники несколько раз были близки к голу. Получив мяч от Ликхета, Бузникин сместился с фланга в центр и остроумным пасом вывел на удар Абиору, но Чижов правильно выбрал позицию и нейтрализовал нигерийскую угрозу. Удержать инициативу «Локомотив» не сумел. Редкий случай. Подопечные Семина проиграли сопернику борьбу в центре поля. Лачков и Мамином выглядели тяжеловато. Сказывается лига чемпионская усталость. Горшков использовал свободу, которую ему предоставили игроки «Локомотива». Первый удар восьмого номера хозяев «Овчинников» пусть с трудом, но отразил. Вскоре голкиперу сборной России вновь пришлось выручать партнеров. Атака с участием Муратовича и Йовича показала, что и оборона гостей от идеального состояния далека. Отсутствие Пашинина вряд ли оправдание. Должных выводов железнодорожники не сделали, за что и поплатились на 35-й минуте. Очередной удар Горшкова изначально голевым не выглядел, но стал таковым после рикошета от пятки Рогачева. 1-0 в пользу «Сатурна». Перерыву футболистам «Локомотива» уже был известен результат матча «Зенит» ЦСКА. Так что Семину ни к чему было напоминать подопечным о причинах и следствиях потери очков. Второй тайм гости вновь начали за здравие. Центральной фигурой в атаках Лока неожиданно стал Игнашевич, после замены Маминова перешедший в полузащиту. Защитник Хакбек едва не сравнял счет, но за чужого сыграла штанга. Нападающие «Локомотива» много двигались, но переиграть организованную защиту «Сатурна» ему удавалось нечасто, в основном за счет индивидуальных действий. Бросив все силы в атаку, подопечные Семина рисковали получить опасную контратаку и получили на 73-й минуте. Муратович бросил в прорыв Медведева, форвард выиграл забег у Нижегородова и пробил под опорную ногу Овчинникова. 2-0, и всем становится ясно, что четвертого поражения подряд от «Сатурна» не дождутся. Все оставшееся до финального свистка время железнодорожники провели на чужой половине поля. Последним аргументом Семина стал выход на замену Жулио Сезара. Успех же гостям принес финальный навал. Ликхета навесил штрафную, Лоськов с лета переправил мяч Евсееву, а тому оставалось лишь не попасть в Чижова. Воспоряжение железнодорожников оставалось еще 120 секунд, но их, как и следовало ожидать, не хватило. Не принесла удачи попытка выпросить у судей гвардиса дополнительную минуту. 2-1, победа «Сатурна». Субтитры создавал DimaTorzok